Привет, дорогие друзья! А также здравствуйте все, кто ненавидит порталы! С вами 421 выпуск игрового дайджеста GameNews Weekend. На этой неделе было довольно много интересного, к примеру, появились пара интересных деталей про Stalker 2, а песочница портал для Battlefield обросла подробностями. Но были и другие скандалы, инфоповоды и всякое интересное. Ну а пока вы не устроились поудобнее, по возможности не забывайте проставить лайк, если не трудно. А те, кто тут впервые, можете подписаться на канал, буду признателен. А вот теперь затаривайтесь вкусняхами, налейте себе воды, потому что в выпуске ее не будет, и давайте детальнее разбираться, что происходило в индустрии видеоигр. Разработчики FromSoftware впервые показали геймплей Elden Ring. Горячо ожидаемый, особенно поклонниками Souls'а, экшен-РПГ в открытом мире и выделяется фэнтезийным средневековым сеттингом. Сам же геймплей был записан на ПК. В превью разработчики показали локации Междуземья, в том числе многоуровневые подземелья и очень подробную рельефную карту мира. На ней можно ставить метки, которая будет открываться постепенно. Игроки могут свободно исследовать локации. Игроку недоступна вся карта сразу, ее нужно будет открывать постепенно, собирая по частям. Также в демо показали основные механики, среди которых создание предметов, полноценный стелс, можно подкрадываться к врагам или незаметно обходить особо опасных чудовищ, возможность призывать на помощь как NPC духов, так и других игроков, комбинирование холодного оружия и магии и дух лошади для перемещения по большому миру. Наверняка этот дух лошади в итоге станет кумиром и получит широкую известность как платва из Ведьмака. Собственно, в видео показали сражение с драконом, который нападает посреди открытого мира. Игрок сражается с ним при помощи магии, в том числе выпуская призрачные стрелы. Вместо костров или фонарей в Элден Ринг так называемые места благодати, где потускневший может отдохнуть и восстановить свое здоровье. Иногда прикосновение к месту благодати порождает луч света, который может направить игроков к их следующей цели. Эти подсказки пригодятся тем, кто захочет сосредоточиться на основной сюжетной линии. В мире есть множество подземелий, в которых можно как найти ценные награды, так и встретить опасных врагов. В некоторых случаях игроки смогут выбирать пробиваться с боем через главный вход в подземелье или использовать обходные пути. Сами подземелья многоуровневые, их можно проходить различными способами, выбирая наиболее подходящий по игровому стилю. Еще показали лицо хранительницы Меллины с татуированным глазом, один из побочных квестов с освобождением персонажа в виде горшка по имени Александр, железный кулак, сцену сражения с драконом и битву с одним из полубогов, Годриком Золотым, правителем Стормвейла, размахивающим огромным топором с эмблемой горцующего льва, как у Ланнистеров. Ощущается влияние Джорджа Мартина. Игрок может одновременно использовать холодное оружие и творить заклинания, комбинируя атаки различного типа между собой. У большинства видов оружия есть особые удары, которые позволяют более эффективно сражаться против врагов с дополнительной защитой. Еще можно крафтить предметы, используя найденные ресурсы. Также была демонстрация сражения с одним из полубогов, Годриком Золотым, правителем Стормвейла. Он способен выполнять стремительные атаки топорами, и спускать пламя из пасти дракона, которая появляется у него вместо одной из рук. В Elden Ring реализована полноценная механика стелса. Благодаря ей к врагам можно подкрадываться или обходить особо опасных чудовищ стороной. Она работает в том числе в кооперативном режиме. Также можно призвать NPC или других игроков для сражения с обычными монстрами или боссами. В игре предусмотрена механика вторжений. Elden Ring на PS5 и Xbox Series получит поддержку двух режимов работы, с повышенным разрешением вплоть до 4К и с упором на производительность до 60 кадров в секунду. Одновременно стартовали предзаказы. На выбор предлагается два издания, стандартное и Deluxe, которые дополнительно включают артбук и оригинальный саундтрек. За стандартное издание просят 800 гривен или две с половиной тысячи рублей, а за Deluxe уже 1100 гривен либо 3300 рублей. В PS Store за стандартное издание 5000 рублей и 2000 гривен, а за издание Deluxe 6430 рублей и 2400 гривен. В коллекционку входят игра, 23-сантиметровая статуэтка Валькирии Мелины, стилбук с логотипом Elden Ring, 40-страничный артбук в твердой обложке и цифровой саундтрек. А в премиальной еще полноразмерный шлем Мелины. Похоже, они его заказали на Алиэкспресс. EA и DICE представили новый трейлер Battlefield Portal — редактор режимов, который появится в Battlefield 2042. Он позволит создавать в песочнице Battlefield битву своей мечты. Смешивая карты, оружие, технику и многое другое, в состав конструктора входят настройки, особые режимы и редактор логики. Можно будет изменять соотношение сторон, настраивать условия победы, ограничивать выбор оружия и т.д. Ролик демонстрирует ряд возможных комбинаций карт, видов оружия, транспортных средств и гаджетов. К слову, режим разрабатывался командой Винса Зампеллы — Ripple Effect, поэтому он и выглядит куда более интересно. Редактор матчей работает на базе обычного браузера. Создавать матчи можно, даже если у вас не куплена сама игра. Результат можно перекинуть товарищем, владеющим игрой. Есть пять игровых режимов — Захват, Большой Захват, Прорыв, Все против всех и Командный дезматч. На старте есть 33 карты — 13 маленьких, 13 средних и 7 больших, доступных только на ПК и новых консолях. Режимы не привязаны к картам, на любой карте можно выставить любое количество игроков. Особо продвинутые игроки могут использовать своеобразный редактор сценариев. Обновленные версии старых карт поддерживают систему разрушаемости. Создавая матчи, игроки смогут самостоятельно менять некоторые из их правил. Также редактор позволяет настраивать массу параметров геймплея — помощь в прицеливании, дружественный огонь, погоду, восстановление здоровья и оживление союзников. Также можно настроить принципы спавна-техники и отключить игрокам часть интерфейса, например, компас или миникарту. Настройки позволяют решать, техника и оружие из каких эпох присутствуют в матче. К примеру, можно заставить команду в стиле Второй Мировой сражаться с бойцами из будущего. Можно настраивать доступ к любому оружию, технике или гаджетам. Всего больше 40 видов оружия. Портал поддерживает матчи с ботами. Есть два режима — PvP и PvE. В первом режиме ботов будут заменять новые игроки, подключающиеся к серверу. Во втором боты никуда не денутся. При желании можно организовать бой нескольких игроков-людей с десятками ботов. Режим станет доступен сразу на старте. Коротко о главном. GSC обновила системные требования Stalker 2 Heart of Chernobyl. Корректировка не затронула требования к ПК. Авторы лишь добавили, что в игре появилась поддержка Windows 11. Таким образом, GSC стала одной из первых студий, заявивших об официальной поддержке новой операционной системы. По сути, это должно стать большим плюсом для тех, кто планирует вскоре перейти на одиннадцатую, но переживает за работоспособность игры. А ещё появилась более интересная информация про игру. Так, исходя из одного недавнего интервью, в игре не появятся напарники, которые будут с вами всю игру, как, например, в играх от Sony или каких-то RPG. Но не стоит расстраиваться. В некоторых миссиях у вас будут некие неодиночные путешествия. Но от себя добавлю, в серии игр атмосфера ощущается именно лучше всего, когда ты исследуешь локации в одиночку. Кроме того, разработчики попросили перетерпеть затишье. Цитата. По поводу тишины. Игра в процессе, и мы выберем подходящий момент, чтобы рассказать про неё в дальнейшем. Странная ситуация. По игре ничего толком не появлялось, хотя до релиза осталось шесть месяцев. Может и правда, они начнут что-то активно публиковать, когда начнётся рекламная кампания. А я напомню, что стартует она за четыре месяца до выхода, плюс-минус условно в январе. Forza Horizon 5 заняла первое место в чартах агрегаторов рецензий после выхода обзоров от прессы, став самой рейтинговой новой игрой года на данный момент. Самое смешное то, что сейчас гонка является самым высокооцененным новым релизом 2021 года, со средним баллом 92,100 на OpenCritic. А вот на Metacritic игра имеет средний балл 91,100 и является шестой в списке релизов этого года. Вот и сказалось почти полное отсутствие действительно классных игр за последний год. Ну а наш обзор Forza Horizon 5 будет на днях, хочется сделать детальный анализ и разобраться полностью, поэтому немного задерживаемся. Ещё, думаю, на днях выйдет обзор Call of Duty Vanguard, поэтому заранее рекомендую ознакомиться. Bethesda и Тодд Купи Говард назвал стоимость TES 5 Skyrim Anniversary Edition, пишет GameMac. Итак, очередное переиздание RPG нам впарят по цене 50 долларов или 3400 рублей на консолях. Что, как по мне, совсем даже и не смешно как-то. Те, кто имеет Special Edition, смогут обновиться до юбилейного издания за 20 долларов или 1430 рублей. В этом случае игроков ждёт наиболее полная версия Skyrim с доступом ко всему контенту из клуба творчества, включая совершенно новые материалы, созданные специально к релизу издания. Однако технические улучшения, касающиеся графики, скорости загрузок и другого, войдут в бесплатный апгрейд для всех игроков. Владельцы Special Edition также получат бесплатно 4 творения с новыми заданиями, снаряжением и рыбалкой. Ещё один момент, который уточнили разработчики, связан с достижениями. Призы, полученные в Special Edition, перенесутся в Anniversary Edition, за исключением случая обновления игры с PS4 на PS5. А ловко они это придумали. Собери все моды и пару дополнений, а потом продай нам это за фулл прайс в сотый раз. Konami в очередной раз анонсировала перенос выпуска масштабного обновления для своего бесплатного футсима eFootball 2022. Патч, выход которого планировался в этом месяце, появится теперь весной 2022 года. Вместе с ним и переехала мобильная версия. Обновление 1.0 обещает добавить в игру ряд новых режимов, в том числе Creative Teams, где игроки смогут собрать собственный состав футболистов, как это происходит в FIFA Ultimate Team. Среди нововведений также ожидается появление системы сезонного пропуска и микротранзакций. В связи с переносом патча игрокам будут возвращены средства за предзаказ премиального издания. Честно говоря, лучше бы эта поделка вообще не выходила. Прошел лишь год, и президент Square Enix Йосуки Мацуда признал, что Marvel's Avengers разочаровала издателя. Об этом глава компании сообщил в финансовом отчете, как пишут 3D News. Он отметил, что решение отдать разработку игры сервисной моделью в руки студии Crystal Dynamics было неправильным, и пообещал, что в будущем скворцы станут тщательнее подбирать команды под определенные жанры и модели, чтобы извлечь из проектов максимальную выгоду. Он считает, что игры-сервисы останутся важной частью современной игровой индустрии, поэтому издатель не планирует отказываться от этой модели. Но лучше бы отказались. А самое смешное на фоне всего этого, что большая часть команды сценаристов Guardians of the Galaxy — бывшие тестеры игр, а не суперпрославленные сценаристы или писатели. Тем не менее, хоть Мстители и провалились, Человека-паука все-таки добавят. Сосед дебютирует 30 ноября в рамках нового героического события Spider-Man with Great Power, которое будет доступно эксклюзивно на консолях PlayStation. Игрокам предстоит познакомиться с историей дружелюбного соседа через серию разблокируемых испытаний, вплетенных в инициативу Мстители. Издательство Take-Two в рамках своего нового отчета обмолвилось о потере 53 миллионов долларов в результате отмены неанонсированного проекта. А Bloomberg и Kotaku поделились подробностями случившегося. По данным порталов, до релиза не доживет новая игра Hangar 13, которая была в разработке с 2017 года. Несколько раз перезапускалась и проходила под кодовым названием Vault. Проверенный инсайдер с Reddit называл Vault гибридом Cthulhu и Saints Row, а Bloomberg описывает проект как соревнование супергероев. По неподтвержденной информации, Vault должна была включать кооператив на троих. Вид от третьего лица, соревновательные онлайн-элементы, много передвижения и аркадный экшен. Речь шла о новой интеллектуальной собственности. Сообщается, что отмена Vault заставила часть сотрудников Hangar 13, около двухсот человек, врасплох. Некоторые узнали о случившемся из СМИ. Представитель 2K подтвердил отмену игры Hangar 13 и заверил, что компания верит в студию. Vault же закрыли, потому что издатель посчитал проект недостаточно финансово-жизнеспособным. Полагаю, идея была сделать очередную сервисную помойку с супергероями, как Мстители. Но увидев провал конкурентов, решили все свернуть. Но это так, лишь догадки. После Mafia 3 студия взялась за четвертую часть, но от нее пришлось отказаться. Издательство Sony и разработчики из Santa Monica объявили в прошлом месяце о том, что приключенческий экшен God of War выйдет на ПК. В момент анонса также стало известно, что игра получит поддержку Nvidia DLSS и Reflex, а на сайте AMD появилась информация об использовании в God of War технологии AMD FSR. Технология суперсемплинга FidelityFX позволяет получить прирост частоты кадров без значительных потерь в качестве картинки. В отдельных случаях использование данной технологии помогает повысить кадровую частоту в играх на 40%. Журналист Jeff Grab поделился инсайдерскими подробностями новой игры дизайн-директора Obsidian Entertainment Джоша Сойера. Напомним, поздним летом прошлого года Сойер у себя в микроблоге обмолвился, что вынужден совмещать обязанности дизайн-директора и руководителя пока что не анонсированного проекта студии. По информации Грабба речь идет о детективной RPG под кодовым названием Project Missouri, в которой предстоит расследовать убийства. Игра позволит обвинять разных людей, в случае ошибки будут последствия. События Project Missouri развернутся в Европе образца 16 века. Проект сосредоточится на экспериментальных механиках и взаимодействиях, а также не будет включать боевую систему, как и Disco Elysium. Project Missouri создается небольшой командой и планируется к выпуску в 2022 году. У Blizzard снова сменилось руководство. Сопрезидент Джен О'Нилл, назначенная на должность три месяца назад, покинула пост. Увольнение О'Нилл, пишет PC Gamer со ссылкой на сотрудников компании, стало неприятным сюрпризом. О'Нилл стал руководителем Blizzard в разгар скандала. По словам сотрудников, уход О'Нилл стал шоком и подорвал боевой дух Blizzard как раз в тот момент, когда он начал улучшаться. Последние действия руководства Activision Blizzard были восприняты сотрудниками положительно. Топ-менеджмент пообещал запустить политику нулевой терпимости по отношению к домогательствам и снять ряд ограничений на юридические разбирательства. Но ход О'Нилл свел эффект на нет. Для некоторых, ее выдвижение на руководящий пост было одной из основных причин верить в светлое будущее Blizzard. Теперь сотрудники недоумевают, почему она ушла так быстро. Ходят слухи, что о чем-то недоговаривают. Сама О'Нилл заявила, что ушла не потому, что не верит в Blizzard. Напротив, полученный опыт вдохновил ее на попытку сделать больше и улучшить ситуацию в игровой индустрии. Увольнение руководителей вынудили Blizzard отложить релиз следующих крупных проектов Overwatch 2 и Diablo 4. У обеих игр сейчас нет конкретных релизных окон. Во время разговора с инвесторами по результатам прошедшего квартала, президент Take-Two Карл Слатов прокомментировал вопрос о выпуске ремастеров, пишет GameMag. Он отметил, что разработка ремастеров влечет за собой конкуренцию за ресурсы, поэтому компания подходит к переизданиям исключительно с финансовой точки зрения. Перевыпуск игр должен быть экономически выгоден, что в свою очередь зависит от ряда факторов – размеров фан-базы, стоимость ремастеринга и масштаба работ. По мнению босса, обычные порты не продаются так хорошо, как ремастеры, поэтому в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные изменения для улучшения опыта, что также влияет на принятие решения о переиздании. Ну, хоть честно сказали, что хотят срубить куш, а то всё для фанатов, для фанатов. Также из отчёта стало известно о планах компании опубликовать до апреля 2024 года ещё пять переизданий. И несмотря на то, что GTA 5 идёт уже девятый год, игра по-прежнему привлекает миллионы новых игроков. За прошедший квартал в копилку разработчиков упало ещё 5 миллионов копий. Видимо, большая часть продаж – повторные покупки после банов в онлайне. Аудитория активных игроков неумирающего хита выросла на 11%, а продажа микротранзакций на 33%, что как бы намекает. И на этом 421-й выпуск игрового дайджеста Game News Weekend подходит к завершению, но слушайте новость напоследок. Gotham Knights по-прежнему остаётся с расплывчатым окном выпуска на 2022 год, хотя, если новая утечка верна, релиз рыцарей Готэма может состояться уже весной. Помимо постера с релизным окном в брендбуке есть изображения ключевых персонажей с описаниями их визуальных стилей, а также наброски логотипа игры. Информацию об этом заметили на личном сайте Джина Парка, который работал над брендингом проекта. Дизайнер недавно разместил в своём портфолио серию иллюстраций по игре, где один из концепт-артов, посвящённый логотипу Gotham Knights, содержал пометку «Весна 2022». Страницы уже нет, но интернет запомнил всё. И на этой крайне запоминающейся ноте у нас всё. Предлагаю вам обсудить новости в комментариях и уже жду вас там. Также будем рады видеть вас у нас в Дискорде и на лайв-канале. Не забудьте подписаться на наш канал, жмите на лайк и колокольчик. До встречи на XGTV! Смотрите и играйте вместе с нами!